Лекарства в Химках становятся доступнее. В микрорайоне Левобережный в одну из аптек открылся социальный отдел «Ветеран». Благодаря городской программе препараты первой необходимости теперь это можно купить со значительной скидкой. С ценами ознакомилась Надежда Сутягина. Ну все. Торжественно, как говорится, ленточку. А вам на память. Аптека по адресу «Зеленая» дом 7 раньше считалась дорогой, поэтому за лекарствами местным жителям приходилось ездить в другие районы. В том числе инвалиду и пенсионерке Раисе Жачко. Теперь в этом нет необходимости. 30 апреля в аптеке открылся социальный отдел «Ветеран». Здесь можно получить скидку 15% на 125 наименований самых необходимых лекарств. Все-таки первая сегодня покупка у нас бесплатная. Давайте посмотрим, сколько мы сэкономили. Сэкономили 39 рублей 15 копеек. Отлично. Очень довольна. Мне очень нравятся вот эти хорошие скидки. И наши женщины. Я председатель инвалидного общества «Левоберега». И женщины мои, инвалиды, очень довольны. В рамках программы «Ветеран» уже успешно работают 16 аптек по всему округу. Только за последнюю неделю было открыто три социальных отдела – в Подрезкове, в Сходне и сегодня на Левом берегу. Люди узнают про эту программу. Постоянно мы мониторим препараты, которые участвуют в данной программе. Ежегодно обновляется данный список. Соответственно, появляются препараты, которые востребованы более. Убираются препараты, которые менее востребованы. Ну, соответственно, программа работает. Программа не просто работает, но и позволяет существенно экономить. Если необходимых вам препаратов нет в утвержденном списке – выход есть. Если наши льготники хотят добавить определенные лекарственные препараты в обязательный ассортиментный перечень, который сегодня установлен, для этого необходимо обратиться в торговую промышленную палату. Мы, соответственно, вместе с предпринимателями, которые задействованы в этой программе, и с общественными организациями, а также с администрацией городского округа, рассмотрим данное предложение и примем решение о включении. В ближайшее время по всему городу планируется открытие и других социальных отделов. Надежда Сутягина, Олег Мелехов, Служба новостей. Продолжение следует...